Северный Ледовитый океан. Бог послал меня на очередное миссионерское путешествие, и будучи там, в маленькой общине, случилось нечто, где я убедился в одном слове, которое пишется в Библии несколько раз, конкретно это стих, 19 глава, 10 стих Евангелиста Луки. Сын человеческий пришел, чтобы взыскать и спасти погибшие. Обычно мы замечаем, что люди почему-то хотят помогать сильным. Рядом с бесстрашным человеком собираются толпы, рядом с богачом много друзей, власть имеющего много знакомых, звонков, поздравления. Почему? Потому что все эти люди трусы. Потому что все они слабаки. Они сами хотят быть защищенными, поэтому они ищут сильных людей, будто они им помогают, будто их защищают. Это не так. Это слабые люди, которые окружают сильных, богатых, знаменитых, власть имеющих защищать их, потому что сами хотят быть защищенными. Это лицемерие всем известно. А у бога нет лицемерия. Слава ему! Он достоин славы. И он послал сына своего, Иисуса Христа, который показал искренность бога живого на земле воочи. Во время одного из собрания я заметил, что пришла молодая девочка. Я не знал, кто она такая, но она начала задавать интересные вопросы духовные. Однако я замечал, что она хочет направить мой взгляд именно на себе самой. После собрания пастор церкови пригласил меня к себе домой. Его зовут Володя. И когда я сидел за столом и пишу принял, вдруг звонок в дверь. Они открыли дверь. Вот эта молодая особа поменяла свое платье и снова пришла туда. И снова задавала какие-то определенные вопросы библейские. И показывала, будто все это интересует ей. А Дух Божий меня говорил совершенно другое, что она хочет, чтобы я именно обратил на нее внимание. Когда она ушла, я спросил, Володя, кто она? А он мне сказал, она сирота. У нее много братьев и сестер. И вот одна сестра взрослая, она замужем, и они живут у них дома. Они всех своих братьев и сестер отдали в дом сирот. А вот она здесь осталась. И вот она живет не в доме брата, то есть сестры и зятя, в отцовском доме, а живет в доме одного парня. Я говорю, что за парень? А родители этого парня взяли опрекунство этой девушки на себя. Я говорю, почему? А случилось так, что этот парень вошел в интимный контакт с этой девушкой, а она несовершеннолетняя. И чтобы она не жаловалась в милицию, они взяли опрекунство ее на себя, и чтобы не было этой жалобы. Я говорю, Володя, как ты не понимаешь, что они это сделали с намерением, и когда ей исполнится 18 лет, они ее выгонят из дома. Она не может ничего требовать от них, и закон никаким образом не будет ее защищать. Потому что она 18 лет, уже совершеннолетняя, и никто никогда за нее не будет стоять. Да, говорит, я знаю. А что мне делать? Я говорю, как? Это именно наше дело. Это мы должны вот именно вмешиваться в это дело. Это Бог нас поставил, чтобы защищать людей. Вы знаете, я вам скажу так. Я представлял моих дочерей вместе с нее. Я представлял, что мои дочери несовершеннолетние, и с ними так поступают. Вы знаете, ни один нормальный родитель, ни один отец, ни одна мать, если они здоровомыслящие, они никогда не пожелают, чтобы с их детьми так поступали, тем более с девочками. На следующий день, во время собрания, она пришла. Когда она пришла, я во время собрания сказал, девушка, встань, она встала. Я ей говорю, любишь Бога? Она говорит, да. Я говорю, хочешь быть святым? Она говорит, да. Я говорю, ты должна оставить этого парня. Она говорит, я согласна. И она реально оставила этого парня. Теперь, это безумие со стороны проповедника. С моей стороны, это безумие. Если она, ей 17 лет, если она оставила его, а где ей жить? Она где-то должна жить? Я позвал Диаконису. Это прекрасная личность. Ей было тогда 60, в 97 году. И сказал, пока временно возьми ей к себе. Она взяла ей к себе, никаких проблем. Слава Господу, там такие верующие. Я ставлю Господа. Пускай Бог благоставит их. Это чудесные люди. И потом, собрание за собранием, собрание за собранием. Вы знаете, мальчики как бы в одной одежде, то есть в одном биле, могут хотя бы целый месяц оставаться. Если от мальчиков будет вонять, это нехорошо, но это где-то понятно. Но девочки, они должны быть чистые. От них не должно вонять. И девочки не могут в одном биле находиться долго. И они должны быть чисты. Из-за этих простых гигиенических моментов, вот Диакониса с нею подошли ко мне и сказали, брат, мы должны вещи наши забирать из их дома. Что нам делать? Я собрал общину, я сказал, встаньте, встали. Я повернулся к этой девушке, к этой сестричке и сказал, любишь Бога? Да. Хочешь быть святым? Да. Молимся. И мы начали молиться. Я сказал, Господи, я прошу тебя, завтра во главе с братом Володей, они пойдут в этот дом, к этим людям и возьмут вещи вот этой сестрички, я прошу тебя, дай, чтобы не было конфронтационной ситуации, дай, чтобы никаких эксцессов не было там, Господи Боже, помоги, Господь, вступись, Господи, прошу тебя, во имя Господа Иисуса Христа. Они пошли и принесли эти вещи, и никаких проблем не было. Через несколько дней вдруг после собрания открылась дверь, где мы собирались, и вошел один молодой человек. И брат Володя мне сказал, это тот парень, который имел интимный контакт с ней, и до сих пор они так живут. И он повернулся и говорит, я хочу говорить с пастором. Я говорю, брат Володя, иди посмотри, что он хочет. Нет, я хочу говорить с братом Ватчиком. Я говорю, хорошо, выйдем. Вы знаете, я был готов, что он ножом ударит. Я был готов, что он оскорбит, похулит меня. Но я понимал только одно. Если это огнец Божий, если это дитя Божие, за нее нужно грудью стоять. Нужно просто-напросто ее защищать. Она беззащитная, абсолютно беззащитная. Сестра, дядь, пьяницы, они занимаются пьянством, выгнали ее, она никому не нужна. И вот люди, которые сильны, так называемые веки всем, и они употребляют ее. Она беззащитная. Но разве она беззащитная? Библия, Библия, прекрасная книга, Библия говорит, я судья-вдов и отец-сирот. У нее был отец, она не знала об этом, и ее отцом был сам Бог. И Бог внутри меня вот делал так, что кипело все внутри меня, кипело, как отцовское сердце. За нее я стоял, но это не я, а тот, который жил и живет во мне. Его зовут всемогущий Бог. Слава Ему, слава Иисусу Христу. Я когда вышел, он мне говорит так. Брат, батчик, если она не вернется домой, я буду жаловаться в милицию, и ее поведут силою в детдом, где ее братья и сестры. А Дух Божий меня говорит, это сын дьявола, и он провоцирует тебя, чтобы ты боялся. Не бойся его. Вы знаете, что я сделал? Я топнул ногою аппел и сказал, сын дьявола, ты еще смеешь угрожать меня? Ну-ка быстро обувайся и иди принеси ее паспорт. Он так быстро обулся и так быстро ушел, а внутри я думаю, Боже, что я наделал? Что я наделал? Он ушел, он больше не придет. Через минут 30 или 40 он пришел, паспорт в руке и отдал паспорт и ушел. На следующий день я молюсь на коленях, вдруг звонок ко мне. Я беру жена брата Володи, хорошая сестра. Она меня говорит так, и голос дрожит, и голос в страхе таком. Брат Ватчик, из милиции пришли. Вот сказали, что вот этот вопрос нужно решать. Вот мы сказали, ничего не знаем, что нужно к вам обращаться. Я правильно поступила? Внутри я думаю себя, в моем сердце. Я говорю, Господи, я из Кавказа. Я человек, который здесь посторонний. У меня временная прописка. И эти люди здесь живут, они местные. Я защищаю их собственный народ, а они боятся защищать свой народ. Да что такое, Господи, что мне делать? Я ей говорю, сестра, ты очень правильно поступила. Пускай они придут ко мне, я отвечу. Стал на коленях и молился, и молился. И вечером я шел на собрание. Я шел, и я пешком шел, потому что всегда эту дорогу я проходил пешком. Я всегда был готов, что сейчас ударят на машине, и сейчас остановятся, будут бить меня. Что-то может случиться, но я никогда не отступлю от зашиты этого агнца Божия. Эту маленькую девочку, эту беззашитную личность я не перестану защищать. Но это не я. Это не я, это Бог во мне. Это однозначно, слава Ему. Началось собрание, все пришли. Все хорошо. Час прошел, никого нет. Два часа прошло, никого нет. И вдруг в девять часов шум тормозов. Вы знаете, такое напряжение сразу там, в аудитории. Такое напряжение. И все напряглись. Кроме меня. Я был в покое, потому что надеялся на Господа. Открылась дверь, и вошли несколько человек. И одна элегантная, высокая, красивая русская женщина. Она была по частью этой. И она вместе с милицией действовала. И вот этот парень пришел. И вот эта женщина. Все встали, кроме меня. Вы знаете, я понимаю этику и этикет. Но я специально не встал. Я этим показал только одно. Что здесь командует Бог. Не я, Бог. Они сели. Когда они сели, я сказал, я слушаю вас. У меня на столе было Евангелие с жестким переплетом. Это Евангелие перевод епископа Кассиана. В России их много. И она говорит так, что Сибирь – это такая местность, где человек в 13 лет уже может войти в интимный контакт. И начинает вот так объяснить, объяснить. Я поворачиваюсь к ней и говорю так, простите. Вы хотите, желаете, чтобы ваша дочь в 13 лет вошла в интимный контакт? Нет. Так почему вы хотите, чтобы девушка другого человека вошла в этот контакт? Почему вы этого желаете вот другому человеку? Я поставил так Библию на корочке, буквально поставил на столе и сказал, Евангелие запрещает. Я сказал, девочка, встань. Она встала. Говорю, девочка, я тебя запрещаю выйти замуж за этого парня? Нет. Я говорю, но если ты хочешь выйти замуж, пожалуйста, выходи, никаких проблем. Но сюда ты не придешь, потому что здесь святость, здесь Евангелие действует, здесь законы Евангелия. А если ты хочешь выйти замуж за этого человека, этот человек должен быть самым безумным человеком, если тебя оставит и не возьмет жены. Почему? Потому что ты уже воспитана в Боге, потому что у тебя есть Божий страх, потому что ты можешь оставаться верным мужу и быть хорошей матерью для детей. Но чтобы ты вышла замуж, и чтобы он взял тебя в жены, должен пройти один год. Почему я так сказал? Потому что я знал, что он не сделает этого. Потому что он никогда не согласился бы на это. Они были лицемеры, и они лицемерно взяли опекунство этой прекрасной беззащитной девочки. И вот эта женщина, когда увидела, что не согласились с нею, она стала и сказала, ладно, тогда прошу вас, пускай завтра она в два часа одна придет в такое-то, такое-то место, чтобы отдать ключ от квартиры, откуда она может все забрать. Я понял одно, что они, как волки, хотят, как бы, пожирать вот этого агонца. Но она не знала, что есть Христос. Она не знала, что Иисус живой, слава Ему. Когда они ушли, я сказал, церковь сань, все встали. Я сказал, подойди сюда, девушка. Она подошла. Любишь Бога? Да. Хочешь быть святым? Да. Молимся. Я сказал, Господи Боже, агонца твоего я предаю в твои руки. Я прошу тебя. Ты сказал, что дам мудрость и премудрость и мудрые уста, против которых никто не сможет противостоять. Я посылаю ее, как агонца среди волков. Защишай ее, Господи. Защишай. Дай эту мудрость, чтобы они не могли обмануть ей. Чтобы она не согласилась с ними, Господи Боже, слава тебе. На следующий день она, так легонко, пришла обратно. Лисо сияет, ключ в руке. Я говорю, и что? Она говорит, ничего. Я говорю, и что? Она говорит, вот ключ. Я взяла ключ. И они не могли меня переубедить. Я не знал, как радоваться. Теперь я, как безумный проповедник, я стоял на коленях у себя дома. Никто это не замечал. Никто этого не видел. Я молился Господу в следующую молитву. Господи Боже, умоляю тебя во имя Господа Иисуса Христа. Дай для этой девочки новых опекунов. Дай родителя. Дай отца. Дай мать. Господи, умоляю тебя во имя Господа Иисуса Христа. Дай, Господь. Ты сильный. И я пошел на собрание. Вдруг, без ничего, ко мне подходит брат Володя, пастор церкви. И говорит так. Брат, я и моя жена решили взять опекунство этой девушки на нас. Пускай у нас будут не две девочки, а три. Я не знал, как радоваться. Я не знал, как прославиться Христа. Христос живой. Он умер и воскрес. Он вошел в ад, чтобы проповедовать об царстве своем. Он царствует и сейчас, в нашей жизни и везде. Только это мы должны это видеть и полагаться на Него. И, согласно Его Слову, стоять за других душ. Пускай Бог прославится в нашей жизни. Пускай Бог прославится в том, чтобы мы понимали Слово Божие, что это Слово живое, действенное, оно действует везде. Слава Христу. Пускай будет мир дому вашему. Аминь. Слава Христу. Продолжение следует...